Накануне Дня Победы подобную картину можно увидеть в тысячах сел России. Потомки участников Великой Отечественной в знак благодарности высаживают памятные аллеи. Журналисты при этом обычно лишь освещают события, но сегодня труженики пера сами вооружились лопатами и ведрами. Грех быть в стороне, если ты можешь. А тут еще совпало и 9 мая, такой праздник, на который тоже грех не откликнулся. Ну и пусть наши таштыбские рябинки призвутся на Бейской земле. Собственно, Союз журналистов республики и выступил с идеей высадить памятную аллею в Кирбетель. Визионщики, газетчики специально приехали из самых разных районов ХК-7. Эту акцию поддержали все журналистские коллективы. Нет ни одной редакции, которая сказала, фу, нет, нам некогда, у нас праздники, мы... А могли бы сказать, у нас своей работы нет. Каждая делегация, каждая редакция выделила несколько человек на это мероприятие. Затею поддержало Министерство культуры. Это наша деревня, мы за нее отвечали, восстанавливали вместе с жителями, сгоревшие дома, успокаивали народ, вместе жили все лето. На помощь гостям пришли ученики местной школы. У пятиклассника Пети Устюжанина прадед воевал на фронте. Умер Петр Иванович незадолго до рождения правнука, мальчика назвали в честь ветерана. Вот ради него, ради всех ветеранов войны мы очищаем участок и садим саженцы везде. Вдохновившись примером журналистов, местные власти на следующий год планируют озеленить все село. Вот здесь у нас улица, улица строителей. Когда-то старожилы говорят о том, что в центре улицы была аллея. Но когда укладка асфальтового покрытия дорожного происходила много лет тому назад, почему-то деревья были выкорченованы. И жители сейчас с огромным удовольствием много раз уже обращаются с просьбой о том, чтобы посадить аллею. А журналистский десант уже завтра высадит новую аллею в самом пострадавшем от апрельского пожара в селе Шира. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.